У меня есть внучка Ксюша, у неё не с лужки уши, уши вовсе не болят, уши Ксюшины хитрят. Встречайте, с работы ваш папа пришёл, здравствуй, дочурка, постой-ка, послушай, дай мне, пожалуйста, тапочки, Ксюша. Папа, ты разве забыл, что у Ксюши уши не слышат, они ведь не с лужки? Очень печально, что дочка больна, видно, придётся вызвать врача. Скоро обедать осталась немножко, Ксюша, неси тарелки и ложки. Мама, ты разве забыла, что у Ксюши уши не слышат, они ведь не с лужки? Очень печально, что дочка больна, видно, придётся вызвать врача. Врач нам не нужен, даю вам слово, сейчас наша Ксюша будет здорова. Я очки куда-то надела, Ксюша, помоги, бабушке очки надей. Бабушка, ты разве забыла, что у Ксюши уши не слышат, они ведь не с лужки? Шалка, а я собиралась просить, что на праздник тебе подарить, или машинку купить заводную, или красивую куклу большую. Куклу, бабуля, куклу хочу, я её петь, танцевать научу. Что ты сказала? Ни капли не слышу. Куклу, бабуля, куклу хочу, я её петь, танцевать научу. Нет, не хотят слышать уши мои, словно заложены ватой они. Куклу, бабуля, куклу хочу, я её петь, танцевать научу. Нет, не старайся, не слышу я, Ксюша, и у меня стали ушки не с ушки. Так и осталось, хитрущая Ксюша, в праздник без куклы, без красивой игрушки. Всё поняла я, теперь мои ушки слышат всё-всё и зовутся послушки.